Маленькая, но гордая марка Subaru провела обновление Forrester. Имея скромный бюджет, японцы поступили достаточно хитро, радикально изменив лишь форму фар. Благодаря этому рестайл выглядит свежее и оригинальнее. Салон дизайнеры оставили без внимания, видимо, посчитав, что интерьер трехлетней давности по-прежнему актуален. А вот фирменный полуавтопилот потребовал апгрейда – комплекс электронных ассистентов. Оценить все эти новшества, а также перенастроенную подвеску, россияне смогут до конца этого года. Во всяком случае, российский офис марки уверен, что сможет привести рестайлинговый Forrester до новогодних праздников. Большой Kia Telluride тоже прошел процедуру омоложения. Притом даже более скромную, чем Subaru Forester. Свежести образу добавили другие эмблемы и решетка, хотя гораздо важнее, что корейцы расширили базовую комплектацию. Так, обычный кондиционер заменили климат-контролем. Дисплей медиасистемы увеличен до 10 дюймов, а в список водительских помощников добавили полуавтопилот. В США доплатить за весь пакет доработок попросят всего 600 долларов. За океаном кроссовер по-прежнему оснащается мотором V6 8-диапазонным автоматом, но привод по умолчанию передний, а за полный надо доплачивать. И продолжая тему кроссовера, в BMW внедрила серийному кроссоверу X5 водородную силовую установку. Мощность электрохимического генератора составляет скромные 170 сил, а сами топливные элементы покупные от компании Toyota. И здесь любопытно вот что. Единственный электромотор имеет отдачу под 400 сил, но развить их сможет только при полностью заряженном аккумуляторе. А с подсевшей батареей отдача двигателя ограничена отметкой 170 сил. Единственный собранный экземпляр, под задним диваном и в центральном тоннеле которого упрятаны газовые баллоны, поспешил отправиться на испытание. Если концепция докажет свою жизнеспособность, в следующем году водородомобиль станет серийным. Между тем, по прогнозу компании Jaguar Land Rover к 2030 году на дорогах мира будет около 10 миллионов водородных автомобилей. Поэтому британцы при поддержке нескольких других компаний тоже надумали освоить это направление. Любопытно, что электрохимические генераторы готовятся для самых крупных моделей, которым важно проезжать максимальное расстояние на одной заправке. И, конечно, Land Rover не был бы Land Rover, не включив в программу испытаний прототипов внедорожную езду.